В ходе очередного заседания Совета депутатов были рассмотрены 9 вопросов повестки дня и 3 дополнительных. Их внимательно выслушала наша съемочная группа. Главная тема заседания – рассмотрение проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Работа над ним должна быть завершена к декабрю. Сам проект депутаты предварительно изучили на заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам. На комиссии посчитали, что исполнение бюджета идет нормально. В последние три месяца эти крупные траты, поэтому очевидно, что профицит превратится в конце года в дефицит. Это ожидаемо. В целом все идет по нашему плану. Уже не первый год городской бюджет формируется не только на будущий год, но и на два последующих. При этом он остается программным. А это означает, что 97% расходов будут направлены на конкретные мероприятия по целевым статьям, входящим в перечень 13 муниципальных программ. Основной финансовый документ города на 2018 год сверстан с дефицитом в 124 миллиона рублей, что составляет 9,4% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений. Общий объем доходов бюджета прогнозируется в сумме 2,706 млрд рублей, расходов 2,830 млрд рублей. По своей структуре бюджет города традиционно останется социально ориентированным. В 2018 году 74% расходов бюджета, а это 2,102 млрд, будет направлено на социально-культурную сферу. При этом большая их часть – 1,736 млрд на расходы в сфере образования. Новшеством бюджета 2018 года стало предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, на реализацию мероприятий по реабилитации инвалидов в сумме 300 тысяч рублей ежегодно. В бюджете 2018 года впервые предусмотрено и исполнение наказов избирателей, которые в виде конкретных задач сформулированы всеми депутатами Лобни, обобщены и внесены в муниципальные программы. В ходе рассмотрения проекта бюджета депутаты заострили внимание на нескольких темах. Например, Игорь Ходин попросил пояснить, почему в проекте бюджетных расходов будущих лет снижается финансирование сферы физкультуры и спорта города. У вас на 2018 год написано 92 млн, на 2019 – 92, а на 2020 год написано 91. То есть на миллион мы снижаем затраты, планируем уже сейчас, что мы снизим их. А что это? Почему мы их должны снижать? Почему мы ставим такие цифры, которые не совсем логичны? По мнению Ходина, эта тенденция нелогична. Цифры должны планироваться только с приростом, в крайнем случае на уровне предыдущего года. Депутаты также заинтересовали расходы на спорт высших достижений, обозначенные в программе как проведение тренировочных мероприятий чемпионата мира по футболу в следующем году. Как пояснил глава города Евгений Смышляев, эти средства – 22 млн рублей – из муниципального бюджета предусмотрены не на обслуживание чемпионата мира по футболу, а на завершение строительства городского спортивного объекта – стадиона. По муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобни» у депутатов возник ряд вопросов, которые было решено подробно обсудить на заседании профильной комиссии. Депутат Сергей Сокол, в свою очередь, попросил пояснить, предусмотрены ли в бюджете 2018 года средства на строительство капитальных строений, а именно пристроек к школам города. Руководитель финансового управления администрации Наталья Еронина пояснила, что средства эти учтены в бюджете в соответствии с государственной программой. Председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам Александр Невский сообщил об итогах работы комиссии, отметив, что представители Управления культуры, образования, спорта, руководитель Совета ветеранов озвучили свои предложения и просьбы об увеличении соответствующих муниципальных программ, о дополнительном финансировании некоторых мероприятий. Все эти вопросы намерены обсуждать в рабочем порядке на будущих заседаниях комиссии. Председатель Совета депутатов Николай Гречишников представил коллегам свой анализ. В частности, приоритетные направления расходов городского бюджета определены. Ликвидация второй смены в городских школах, создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в соответствии с требованиями ФИФА, формирование комфортной городской среды. Отрадно отметил Николай Гречишников, что традиционная тенденция поступательный рост бюджета города продолжается. У нас явно видно рост к той цифре, которая вносилась в 2016 году, бюджет как с 17-го, 250 миллионов роста. Это, в общем-то, она традиционная и довольно-ка серьезная цифра. Это такой неплохой рост ежегодный. Наша задача – это постоянная работа над увеличением доходной части бюджета и рационально расходованием. Вот, Юрий Ильич, по-моему, раз в неделю или даже два раза, наверное, в месяц обязательно проводится комиссия по недоименкам. То есть, эта работа сегодня в приоритете, и упор на земельный налог, безусловно, правильный, потому что это наш местный налог. Нам больше ни с чем лучше и эффективнее не надо работать, как с этим видом налога. Еще поддержать здесь и Александра Викторовича, здесь ничего пока такого волнительного нет в бюджете. На этом этапе спокойно можно принимать. Ну а дальше, конечно, надо смотреть и аккуратнее с кредитной политикой, безусловно, и работать, как сегодня многие сказали, над доходной частью. И, может быть, в 2018 году, может быть, и здесь, наверное, может быть, и глава к этому придет, может быть, и совет, не дай бог, конечно. Не исключено, что экономия затрат. Экономия. У нас были такие времена. И в восьмой год, когда был кризис, его последствия, Василий Степанц присутствует, мы шли мужественно на секвестирование, но разумное секвестирование. После обсуждения проект бюджета был принят депутатами при двух голосах против и одном воздержавшемся. Он опубликован в газете «Лобня» от 27 октября. С 30 октября по 20 ноября будут приниматься предложения по проекту бюджета. А 20 ноября в администрации города состоятся публичные слушания. Затем бюджет будет рассматриваться на очередном заседании Совета депутатов в окончательном виде. На заседании Совета были рассмотрены и другие вопросы. Под занавес заседания Алексей Соков информировал депутатов о том, что в его адрес обратились жители обоих корпусов дома 4 по улице Силикатной, дома 4 по улице Кольцевой и дома 4 по улице Фестивальная. С жалобой на действия главы Госжилинспекции Московской области, которые, на их взгляд, лоббируют интересы управляющей компанией «Пиккомфорт». Собственники указанных домов выбрали для обслуживания управляющую компанию «Сервисград». Однако в августе выяснилось, что дома переданы в управление компанией «Пиккомфорт», которую якобы выбрали в это же время. Но, как утверждают жители домов, собрание по выборам управляющей компанией «Пиккомфорт» не проводилось. И эту компанию никто не выбирал. Уже если «Пиккомфорт» прислал в платёжки, уже вынуждает платить. А если народ не согласен. Депутаты приняли к сведению информацию Алексея Сокова о том, что он будет заниматься этим вопросом. И предложили при необходимости обсудить эту проблему в профильной комиссии. Виктория Савастьянова, Валерия Каменева, Лариса Панина, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня». Продолжение следует...